Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас новый влог. И я не знаю, о чём будет этот влог, потому что у меня нет идей. Но последнее время, как я начала снимать уже, как взялась свой ютуб-канал в руки, я забыла про своё хобби. Я перестала смотреть драмы, лакорные, перестала читать фанфики, либо книги и так далее. Я сейчас только монтирую влог каждый день. У меня я кое-что снимаю каждый день и монтирую и для инстаграма, и для ютуба. И также я решила уже серьёзно относиться к своей учёбе. Это у меня английский язык. У меня есть мечта. С 16 лет, кажется, это поступит в Корею. Но эту идею, эту мечту я откладывала на потом. Но в данное время я не хочу уже учиться в Корее. И не знаю, из-за чего. Я даже забросила корейский год назад. Я изучала корейский пять лет и доходила до уровня, четвёртого уровня я доходила. И потом я просто забросила, потому что мне было сложно, лень. И у меня не было мотивации, чтобы учить корейский язык. И в данное время я уже, наверное, более полгода занимаюсь репетитором с английским. И когда я занималась репетитором, я до сих пор занимаюсь, я не изучаю самостоятельно. Это моя главная ошибка была, и это я поняла только недавно. Я думала, я занимаюсь репетитором, и этого мне более достаточно. Поэтому я уже как месяц, нет, не месяц, а две недели я занимаюсь самостоятельно. Изучаю кое-что в Ютубе, в Инстаграме смотрю и так далее. И уже начало выучить изучать слова новые на английском, потому что это мне даёт очень сложно, потому что у меня очень плохая память. Так вот, но когда я смотрю, либо читаю что-то на корейском, я понимаю до сих пор, потому что, может быть, это из-за того, что я изучала корейский пять лет, и мне это софинилось в голове. Так, и ещё. Да, про учебу за границей. Я сейчас постепенно начинаю заново учить английский, сама с этой, и плюс с репетитором не хочу списаться на курсы, но пока до сих пор думаю об этом, потому что не нашла прям трудящий курс, либо канал, аккаунт в Инстаграме. Так вот, я сейчас очень много смотрю информации про учебу за границей, не только корей, это, может быть, Китай, Гонконг, Канада, Швейцария, Таиланд и так далее. Но мне говорят, почему тебе бы не поступить в Турцию? Ты же там работаешь. Так вот, нет, я не хочу учиться в Турции. Это не из-за того, что мне не нравится Турция. Просто мне уже, как бы, я уже всё знаю о Турции. Ну, не все, конечно, но там просто, там жизнь, как там обстроено и так далее. Да, Турция очень красивая, но я бы не хотела там учиться. Для меня важно, чтобы учёба проходила на английском. Да, в Турции есть университет, то есть учить тебя на английском языке. Но я бы не хотела учиться в Турции, я хочу более в Европу, либо более азиатскую страну. Хотя Турция тоже относится к Европе, да? Или нет? Я не знаю. Я забыла. Так вот, я хочу учиться в Европе, либо в центре Азии. Не в самом Азии. Это не с другой стороны. Это, может быть, это и Япония, и Китай, и Кавея. И ещё я хочу учиться именно в Швейцарии, потому что в Швейцарии очень, как бы, мой вайб. Я потому что люблю природу, тишину, а в Швейцарии мне нравится своей природой. Итак, поэтому мне, я думала, на следующем году поступить за границей, но для этого мне надо очень много готовиться, учиться. Но так как я буду работать в Турции, я думаю, что у меня просто не будет хватать моей нервы, чтобы учиться. Так, когда я работала в Турции в прошлом году, я забросила Квейцарии из-за того, что мне не хватило времени, из-за того, что я вгорела, из-за того, что я просто не хотела учиться Квейцарии, потому что мне было важно настоящий момент, где я живу, с кем я гуляю и так далее. И моя работа была на моем первом месте, потому что это была моя любимая работа, а в конце я уже выгорела, и я не хотела идти на эту работу. Я тот человек, который, если мне что-то нравится, я, наверное, может быть, через год, либо через полгода сразу же выгораю из этого, потому что я не могу найти баланс между своим хобби и своей работой. И поэтому я, когда уже вернулась обратно в Казахстан, я хотела снова заняться своим творчеством, хобби, но у меня этого не получилось. И вот, когда я сейчас отдыхаю, не работаю, я занимаюсь снова своей хобби, своим творчеством, это YouTube-канал. Я вела YouTube-канал, наверное, 2 года назад, в 2021-м, либо в 2-м году, где я прям к 1 неделю вкладывала влоги, но в конце, потому что как бы тогда это мне не прям вот так сильно нравилось, и я все удалил в свою влоги. И сейчас я жалею ли я об этом? Да, жалею, потому что у меня там были прям такие классные видео, хотя у меня был такой, ставь и телефон, и кажется, что тоже ужасно. Сейчас более-менее очень красиво. И еще, кстати, у меня теперь есть камера, ну, точнее, уже давно есть у меня камера, но у меня не было зарядки его, и я снова забрала свою зарядку, и буду снимать на эту камеру влог, и мне нужно купить, так сказать, кабель, чтобы читать CD-карт для айфона. У меня вот так выглядит. Вот это большой, есть и внутри большой, есть вот такой маленький. где я, это я купила в Турции, за сколько я, вот эту, вот эту я купила за столи, и за это, это тоже за столи. Это, в общем, 200 лир я купила. Так вот, теперь у меня, ой, что-то, нет, не считается. Теперь я могу снять свои блоки на камеру и уже монтировать в телефоне, потому что в моем телефоне качество очень ужасно, когда я монтирую, и думаю, с камерой у меня будет не так. Так, всё, это то, что я хотела рассказать вам, и дальше давайте увидим мой влог. Увидимся. Так, рассказываю, как я изучаю английский язык. Для меня важно, чтобы у меня было много блокнотов, когда я пишу конспекты и так далее. У меня тут слова, я тут пишу слова на английском, в принципе, и так далее. И у меня очень много блокнотов, которые я начала там писать кое-что и потом забросила. Это мой главный, первый блокнот, можно сказать, который я купила в Турции и начала изучать именно с этим блокнотом, с моим репетитором. Так вот, это у меня первый, вот где я начала в мае, 29 мая начала, и, наверное, уже скоро будет горка, я занимаюсь. И тут уже полностью всё написано, и это всё. Это у меня был второй блокнот, который я забросила, точнее, я думала, потеряла, а, оказывается, не потеряла, просто забыла дома. И прям это большой блокнот, где я думала, просто перепишу всю грамадку. Но я тот человек, который, как бы, мне лень что-то прям красиво писать. И я вот так писала, вот всё, вот так выглядит. Это прям ужасно. Где попала я писала, и сейчас мне нужно снова переписать новый блокнот, потому что мне, как бы, я не понимаю, о чём там написано, потому что, как бы, уже не помню, что написано там, и всё. И это мой, так как я фанат BTS, у меня все блокноты связаны, и моносо BTS. Это у меня вот J-Hall, у меня тут есть BTS, и тоже здесь BTS. Даже если нет BTS, ну, блокнот, у меня есть наклейка, где я переклеила. И вот, всё это выглядит вот так. Это у меня был корейский, где я писала, там свои, как бы сказать, домашку. И всё. И в конце я просто написала свой турецкий язык. И всё. Мои блокноты выглядят так, и я сейчас ещё расскажу про свои лайфхаки, как я изучаю, и как не отвлекаться на телефон. Вот. Мои блокноты примерно выглядят так. А, ещё, когда я была в Турции, я очень любила рисовать. Я с детства люблю рисовать, но у меня это не получилось. И это начало рисовать в Турции на работе, когда мне было скучно. И это примерно выглядит так. И я уже, не знаю, снова забыла рисовать. Это не очень, мне кажется, не очень красиво. Это красиво, не знаю. Примерно вот так всё выглядит. Это мой самый, самый любимый фотографий, наверное. Вот так рисовала. А, в конце Турции, когда я работала, там у меня началась депрессия, липопатия. Из-за этого такие фотографии я рисовала. Будто, ну, не знаю, из-за чего начала я так рисовать. Просто вот так и начала рисовать. Это всё выглядит вот так. И на этом всё кажется. Поэтому я ещё снова, ну, может быть, заняется рисунком. Что рисовать. Но не знаю, пока. Эту зилу пока я откладываю. Каждый раз на потом. Самое любимое, то, что я люблю, это у меня альбом, который я начала в 2021 году. Я тут приклеиваю все фотографии и так далее. Все мои любимые. Там, какие документы и какие подарки я получила, где я ходила и так далее. И всё. Это примерно выглядит вот так. Я тоже советую вам так сделать. Это очень красиво, когда ты вспоминаешь, что ты делала, куда ты ходила, чем ты занималась и так далее. Вот. Вот это примерно вот. Всё. Пойдём. Вот так. Я тоже вам советую. Ещё я хотела показать вам свою книжную полку. Это не моё. Не только мои книги, ещё сестрины книги, которые мы вместе купили. И так вот. У нас тут всё выглядит именно вот так. И у нас ещё много книг, но просто мы их читаем и сюда не поставили. И так вот. Это та самая вещь, которую я купила, когда была в Аланью. Очень красиво. Это ручная работа. И я очень люблю читать именно белые книги. Это у меня тоже белые книги. Не знаю, кому как. Мне нравятся именно эти книги. И примерно вот это. И моя самая-самая любимая книга в этой списке. Где стоит вот эта, наверное, вот эта была книга. Медяна Медяна Мирай. Воскресенье за 40 дней. Очень классная книга. Я тоже советую вам прочитать. Это я прочитала год назад. Это о бане, который сделал самоубийство. Сделал самоубийство. И его душа ещё живёт 40 дней. И за эти сушни он должен воскресенье, либо умереть. Очень классная книга. И ещё в этой списке есть и детективы, и романы, и саморезвитие и так далее. И тут есть и книги на английском, на умальском, на турецком, на английском и так далее. И всё-всё мы читаем с моей сестрой вместе. Хотя я читала всего лишь 4-5 книг, а всё эти книги, в списке, наверное, тут 50 книг, и их все моя сестра прочитала. Потому что она очень любит читать книги. Так, давайте я расскажу вам уже другую свою хобби, либо жизнь. Всем ещё раз привет. У нас уже ночь, как вы видите, я в пижаме. И знаете, что я решила? Я решила себе пострекать чёлку. Да, я тот человек, который всегда ходит с чёлкой. Не вот такой, а вот как у корянок. Я всегда сама себе стригаю чёлку. Они отрастут, и я снова отстрекаю. Я последний раз отстрекла себе чёлку, когда была в Турции. Они уже вот отросли. Вот эти. Я хочу снова отстрекать себе чёлку. Так что давайте вместе. У меня вещёска, ножницы. И сейчас возьму себе тетрадик. У меня здесь есть вода. Это у меня освежитель воздуха. Отсюда бегло. Пуста. И так. Надо, чтобы было вот такой треугольник. Вот так они уже отросли. Прикиньте, я только в ноябре покрасила себе волосы. Ну, пейтец, да? Ещё короче отрезаем. Вот на уровне носа. Или вот сюда. Вот сюда, зайдём. Ещё короче. Так, они не одинаковые. Где нос у нас? Всё. Очень мало волосы. Мне нравится так, когда слишком много волос. У меня тут появляется пешей. И мне очень удобно умыться. А вот так, когда мало волос. Мне очень нравится. Красиво. Я думаю ещё немного отрезать себе волосы. Вот эти чёлки, вот эти длинные. Я их отрезала, когда была... Когда жила в Турции, они были вот такими. Вот так они отросли. Мне очень нравится сейчас мой свет волос. Ну, думаю, покрасит ещё раз. Потому что у меня корни слишком сильно отросли. И не знаю, что делать. Хотя мне этот цвет, ну, не так уж ужасный. Вроде нормально. Друзья, я сказала, что я вам покажу про свою лайфхаки по изучению английского языка, либо английского языка. Но об этом будет другое влог. Потому что этот влог очень получился длинный. И мне не хватает времени, чтобы мотивы и память не хватает на телефоне. Поэтому про это я отдельно сниму видео. Поэтому увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok